ребята всем привет я димас оператор тони мы сегодня решили с вами такое блюдо сделать сезонная необычная заготовочку на зиму и вообще сделать варенье с дуанчиков или мед так называемый цветочный вот нашли небольшую полянку на дуанчиков сейчас как раз самый разгар они раскрылись вот нашего дуанчики прекрасные будем все них собирать вот нам надо примерно набрать где-то 300 350 может быть побольше 400 дуанчиков ножку мы отрываем она горькая вот кто-то отрывает зеленушка вот эту и собирает одни лепестки для варенья типа зеленушка горечь дает но мы все это вместе будем делать мы будем замачивать примерно на час на два как говорят все это вся лишняя горечь она выйдет в воде в обычный у нас не обычная у нас это вот и в предварительно перед тем как варить надо немножко бы замочить вот но для начала самое главное для нас это набрать именно вот эти соцветия чем мы сейчас и займемся принципе они чистые сейчас день у нас только перевалил жучков нету иногда встречается кстати для этого тоже мы замачиваем чтобы и жучки всплыли вот они нам не нужны ну хотя в дальнейшем все будем процеживать это но все равно лишнее нам не надо так что начнем собирать наши одуванчики смотрим конечно чтобы там не было пчелок ничего подойдут любые но самое главное раскрывшись лучше побольше вот немножко они пахнут медом вот так что тут небольшая полянка есть если что мы найдем еще тут много дончик сейчас везде растут вот процесс принципе не сложный довольно таки муторный ну вот собираем наши одуванчики набрали одуванчиков оператор постарался вот благо их очень много у нас так что будем использовать сегодня одуванчики такие мы решили зеленушка их можно цветочки одни использовать вот мы замочили примерно прошло часа два вода немножко изменил цвет из того что они молочно-горькие такие и вода сталкая темненькая вот мы это сделали того чтобы избавиться первую очередь от жуков и от горечи который там присутствует можно больше вымачивать ну час-два кого это в принципе достаточно будет чтобы вода покрыл полностью одуванчики в любую емкость какая вам не жалко вообще от этого вкус не изменится потом вот используем сахар и воду вот здесь одуванчиков примерно нужно оператор сбился там несколько раз ну 350 точно есть таких головок поле скосил целое вот сахар килограмм и воды литр вот как бы не сложно запомнить пол лимона примерно будем использовать вот так что начнем наш процесс удивительный первый раз делаю только где-то видел какие-то видео надо повторить попробовать что это будет такой вот сезонное блюдо так что пойдем сливать воду сейчас и будем без наших одуванчиков будем уже варить само варенье вот ребята мы слили наши нашу воду чуть-чуть камикадзе одуванчиков у нас получилась и включаем плиту на максимум все они решили на такой на плитке сделать и увалим наши одуванчики вот затем добавим немножко сахара половиночку и половину воды чтобы избежать выпадание наших одуванчиков и все ждем сейчас будет она увариваться ну вот у нас начинает закипать водичка прошло какое-то время 5 примерно вот как бы если у вас посуда большая емкость для где вы готовите можно сразу все добавить весь сахар всю воду у нас просто емкость такая не слишком большая так что мы частями добавляем вот добавляем оставшийся сахар на песок и воду и тоже вот ждем помешивая пока у нас начинает закипать это все вот прошло у нас полтора часа наше варенье из одуванчиков наш так называемый одуванчиковый мед вот так все варится так что приятный цвет приятный запах что можно сказать еще как бы немножко вот мы сейчас находимся в помещении и есть такой вот мимолетный запах оператору ловила он будет пахнет вареной кукурузой но как бы возможно как бы мне тоже мозгу моем влавливается этот вкус кто варил кукурузу возможно если вы будете варить варенье тоже у вас как бы отдаленно это все будет улавливаться убавляем на ноль вот говорим варенье зыру и ждем утро будет у нас примерно это пройдет ну часов 10 примерно и будем уже варить процедим и будем варить уже наш сироп уже будем доготавливать ребята всем привет довольно таки раннее утро недавно проснулись и быстрее варить наше варенье продолжать из одуванчиков вот что для нас сегодня главное сейчас настоялось его процедить и продолжить дальше наше уваривание нашего сиропа уже варить само варенье будем где-то вот наш сироп называемый мед где-то час примерно он немножко варится и будем уже закрывать банки но самый главный процесс сегодня это сделать и процедить от лишнего от лишних одуванчик которые нам уже не нужны вот в нашем использовании все отдали и весь цвет и весь свой нектар и всех своих жуков все что там было они все отдали но естественно это процедим и нам не нужны нашим сиропе так что займемся нашим процеживанием нашего варенье вот что для этого нам понадобится для этого нам понадобится емкость дуршлаг сита наша и марля вот можно взять полотенце вафельную кого что есть вот я нашел марлю двойную делаем даже мне кажется больше даже четыре раза сделали марлю и будем сейчас сидеть на перчатке я немножко варенье кстати подогрел чтобы она лучше проходила сироп более он был жидкий вот тепленькая у нас емкость вот было густое все как только мы вот мы начнем аккуратно переливаем все хватает еще все перельем аккуратно обратно ушла к нам нужен можете без дуршлага все это сделать без сито капелька нектара не представляете ребята очень вкусно вот и начинаем потихонечку заворачивать выдавливаете наш нектар цвет прекрасный сильно не греете потому что вам придется выжимать а все-таки горячие тем более это сахар он вдвойне горячий как бы можешь прилипать вот погрейте на однушечке чтобы он немножко пожиже стал и дайте если сильно разогрели да и дайте немножко остыть вот и там по часовой стрелке или про часовой стрелке выжимайте обычным способом как бы пчелки за этот сироп жизнь отдали мы не пчелки мы им сейчас выявляем отдадим этим челкам все что осталось пусть они соберут вот ну получилось у нас достаточно много сиропа примерно литра полтора где-то 2 может быть вот сейчас мы перельем это все обратно нашу посуду алюминиевую и продолжим на медленном огне дадим чуть-чуть при закипеть и будем на медленном медленном огне где-то около часа вываривать это все ее ребят ну вот наконец-то мы освободили нашу емкость чуть-чуть отмыли и вот переливаем наш процежный сироп аккуратненько нашу гастроемкость называем вот ну по-любому надо выпарить какую-то там часть его одну может быть десятую мы выпарим что водичка ушла потому что хочется но именно нам добиться более такого другого консистенции более такой густой но можете сразу закипел и раскладывать по баночкам если вам нравится такой прям сиропчик вот у аккуратненько раз там налил или в чашку и в тот же самый чай и и можно пить чай кто-то ложечкой есть там по-разному из-за этого если ложечкой лучше немножко его выборить чем мы и займемся так что примерно час для вас прилетит мгновение какие-то там секунды для нас час так что увидимся прошло у нас примерно 55 минут мы условились с вами варить час вот и мы добавим наш лимон нашу половину лимона для начала мы его немножко покатаем аромат появился вот и выжимаем наш лимон можно взять вилку кому как удобно можно сок выжималка это все сделать ну вот мы добавим наш об лимон немножко произошел камикад за лимон у нас не хочет жить обычно у нас бывает никто не хочет жить на нашем видео ну вот остались косточки как раз мы сюда соберем парочку паре запах вообще великолепный получается еще вывариваем пять минуточек чуть прибавим наш температуру вот и уже будем раскладывать по банкам уже закрывать вот мы начинаем процесс нашей закрутки наших банок прошло у нас пять минут как договаривались берем баночку и разливаем наш никто и плотно закрывая переворачиваю ну все ребят вот мы сварили наш медовый напиток из-за дуанчиков мед так называемый в принципе все получилось хорошо ну вот попробуем что у нас получилось наше наш мед он довольно таки густой вот прям постоял несколько минут и стала пеночку не затем тянется ну попробуем что у нас получилось жидкий мед действительно жидкий мед пробуйте готовьте закрывайте консервируйте делайте изготовки на зиму вот всем приятного аппетита добра и мира с вами был димас оператор антон все всем пока пока увидимся ставьте лайк